Дифференцированную оплату в зависимости от дальности проезда планирует ввести московский метрополитен. Однако, как уверяет руководство подъемки, на кошельке постоянных клиентов это нововведение никак не должно отразиться. С этой идеей московские метрополитенщики носятся уже давно. И хотя детали, предлагаемые ими схемы, не утверждены до сих пор, сегодня, по крайней мере, очевидно, главное. Тем, кто живет далеко от работы, придется, увы, и больше платить. Причем стоимость проезда будет зависеть не от количества пересадок, а от фактически проделанного под землей пути. На практике это будет выглядеть так. На входе и выходе компьютер и метро фиксируют на билете пассажира начало и конец его поездки. Тут же подсчитывают общее число преодоленных километров и выдают результат в рублях, который некоторых повергнет в шоку. Правда, по уверению руководства метрополитена, эта неприятность коснется в основном редких гостей подъемки. А постоянные пассажиры от нововведения существенно не пострадают. Человек, который проехал под землей 20 километров и при этом оплатил десяток поездок аванцам, заплатит за свой проезд примерно 2 рубля. Если вы едете через весь город, даже если вы едете 30-40 километров, то эти затраты составляют 34 рубля. То есть они тоже сопоставимы с той оплаты проезда, которая сейчас существует. На самом деле для пассажира, живущего далеко, конечно, не одно и то же заплатить 2 или 4 рубля. Но для тех, кто привык считать каждую копейку, предусмотрены различные скидки. Например, при покупке билета на год или за проезд в строго определенное время дня. По словам метрополитенщиков, все их последние нововведения не от хорошей жизни. Проведенное в середине минувшего марта обследование пассажиропотоков показало, что всевозможные льготники в метро составляют половину пассажиров. Причем федеральные ведомства практически ни за кого из своих не платят. Теперь, вероятно, за халявщиков заплатят. И отнюдь не самые богатые. Но о старых добрых временах, когда любая поездка обходилась в пятачок, надо забыть навсегда. За спальный район с чистым воздухом придется доплачивать метрополитену отдельно. Лариса Кичаева, Александр Братаж, Новости ТВ-центр.